У нас будет дискуссия. Ты будешь смотреть за поднятыми ручками и их приглашать к выступлению? А мы сейчас не будем блокировать. Хорошо. Поднятые руки хорошо видны. Если нажать на кнопку участники, они там прекрасно сидят. Я знаю об этом. Буду, конечно, подсказывать, если вдруг кто-то. Ну, хорошо. Потому что мне надо нажать на кнопочку чат, мне нужно нажать на кнопочку участники, чтобы видеть вопросы и видеть, кто поднял лапку. Лев, я вчера меня вечером успокоила, сказала, Саша нам во всем поможет. Саша, это не Выборг сзади у тебя? Нет, это Шаненко. В этой библиотеке уже нет. Понятно. Ее демонтировали, перенесли на газеты. Выборг скачет к России. Да, конечно. А это своими руками сделано. Ну, вернее, с моим участием. 95-й год. Так, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, Мария, добрый день. Добрый день, Мария, добрый день. Это как раз Зеленоград. Да, здравствуйте, коллеги, мы на месте. Да, отлично, спасибо. Просто Лев Яковчев вдруг вас не увидел, а теперь все на месте. Отлично. Да, Кате очень хорошо видно, добрый день. Мы можем потихоньку начинать или подождем еще? Пару минут еще, потому что 30 участников пока потянулось, и как раз пошло на активацию. Всем надо доехать до зума, раздеться, выпить чашечку кофе. Поэтому, конечно, невозможно вовремя появиться. Абсолютно, Александр. Ничего не меняется в онлайне в плане типа поведения, опоздания, на встрече и так далее. Все то же самое. У меня дочь умудряется на мои уроки даже просыпать. Когда будем начинать? Включите. Или как? Вадим Викторович, как вы считаете? 32 человека. Я так понимаю, все спикеры здесь, и кому было очень интересно. Так что ждем. Я думаю, можно начинать, 32 участника есть. Да, но мы сделали трансляцию на YouTube, так что, в принципе, все ходы записаны, все транслируется, все будет видно. Ну что ж, коллеги, в таком случае начнем. Значит, мы присутствуем на конференции, которая организована НПАДИТ. К сожалению, в этом году намеченная конференция в городе Владивостоке у нас не состоялась, и мы решили провести серию конференций в режиме онлайн. Настоящая конференция, шестая, она посвящена представлению тех проектов, которые были разработаны музеями в день, ко дню 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В определенном смысле, я думаю, что можно рассматривать эту конференцию как парад проектов, парад проектов, посвященных окончанию войны. И приглашены были, далеко не все музеи, конечно, которые достойны были бы представить свои проекты, были выбраны, было выбрано 12 проектов экспертами, которые являются членами президиума Одитмузей. Так что, если кто-то не попал, не в защите. Ну а сейчас не будем, как говорится, тянуть время, а начнем. Единственная просьба к участникам, особенно к спикерам. Регламент выступления 5-7 минут. После выступления трех первых спикеров небольшой перерыв, где идут вопросы без всяких обсуждений. 7-10 минут. Затем переходим к следующему блоку и так далее. В конце обсуждения, где каждый может выступить. Вопросы можно задавать или через час, чат, или поднятием руки. Так что, по регламенту все. Ну а сейчас, если нет возражений, то можно приступать к нашему параду, параду презентации, параду наших проектов. А первое выступление предоставляется Марии Валерьевне Кравцовой, шеф-редактору издания «Анкит». Прошу вас. Здравствуйте. Меня действительно зовут Мария Кравцова. Я шеф-редактор издания по искусству «Аргит». И очень важно в контексте именно этой встречи заметить, что мы сетевое издание, то есть платформа в интернете, которая 10 лет уже в интернете освещает проблемы искусства и музейной жизни. И, собственно, я могу сказать, что мы издание с ярко выраженной гражданской позицией, поэтому тема войны и коммеморации, в принципе, как бы всегда входила в нашу повестку. И каждый раз в начале мая мы готовим специальные проекты, посвященные Второй мировой войне и День Победы. И, собственно, в том числе в этом году мы сделали обзор тех виртуальных выставок и виртуальных экспозиций, которые мы рекомендуем своим читателям. Надо сказать, что мы экспертное издание, поэтому по релизам мы ничего не пишем. То есть мы как бы стараемся рекомендовать качественные проекты с нашей точки зрения нашим зрителям, нашим читателям. И я лично отбирала для этого обзора выставки, проекты и лендинги. Я смотрела порядка 20 ссылок на уже готовые, уже открытые проекты. Их было то ли 20, то ли чуть побольше. И я из них отобрала всего 4 проекта, которые я могу, несмотря на то, что там были какие-то баги, но тем не менее, которые меня устроили и концептуально, и, собственно, как они были сделаны. И еще один проект я добавила для ровного счета, но положа руку на сердце, могу сказать, что если бы мы были альтернативы, я бы его, конечно, не ставила в этот обзор. И надо сказать, что все проекты, о которых я так намекнула на них, они сегодня участники этого мероприятия. А вот этот пятый проект я бы не отобрала, потому что у него совершенно безумный агрессивный дизайн, на мой взгляд. И надо сказать, что вот по этому опыту отбора мероприятий для обзора я могу сказать, что я выделила 4 претензии к ним, которые я пишу тезисно. Первое. Музеи не умеют работать с цифровыми форматами. Собственно, лицом к виртуальности, несмотря на то, что эту тему давно обсуждали, у нас есть довольно интересные примеры работы, положительные примеры работы музеев в виртуальной реальности. Ну, как бы музей повернулись только сейчас, собственно, из-за вот этого COVID-кризиса, который и потому, что учредители начали требовать переводить деятельность онлайн, не прекращать работу. И, собственно, при этом, как должен выглядеть продукт, какова должна быть логика его построения. Все это очень, в общем, непонятные, на мой взгляд, вещи для музеев. И создается такое ощущение, что сами музейные сотрудники не очень пользуются какими-то другими виртуальными продуктами. Потому что выкладывание в сеть картинок, в соцсети картинок или выливание туда каких-то видео, которые очень пустарными методами сделаны, это непроектная деятельность, на мой взгляд. И, собственно, потому что проектной деятельностью является создание специального продукта для интернета, и, собственно, который определяется концептуально и техническими специальными параметрами. И даже те, кто дошел до этого понимания, проигнорировало множество ключевых, связанных с этими вещами. Ну, например, даже упакованные в лендинге проекты, к сожалению, многие не адаптированы для мобильных форматов. То есть невозможно полноценно читать тексты, полноценно смотреть картинки с мобильных средств. В общем, по статистике мы знаем, что большинство людей сегодня пользуются виртуальной реальностью, употребляют виртуальные продукты именно с телефона. Более того, COVID-кризис нам показал, сделал явным тот факт, что, к сожалению, у многих семей либо один компьютер, который сейчас нарасхват, детям нужно учиться, взрослым нужно работать, либо вообще нет у них, собственно, дома ни стационарных, ни приносных компьютеров, и все вот через такое вот устройство потребляют, как бы, собственно, контент, то, как мы выражаемся. Вторая проблема – это непонимание, как выстраиваются нарративы в интернете, то есть вот как в этом бесконечном потоке информации, который на нас в интернете набрасывается, собственно, схватить и удержать внимание аудитории. Вот то, что называется storytelling, это тоже, в общем, такая, как бы, далекая, в общем, проблема для наших музеев и потому что я заметила, что очень много однотипных, в том числе, тематических проектов, то есть буквально, как бы, высказывание по поводу войны и победы – это какая-то вот очень ограниченная тематика, в сторону которой все думают. И, собственно, и дисбаланс текстов и изображений с последними очень тяжело работать, потому что либо их очень мало, просто вот пожадничали, либо их очень много. Но я хочу заметить, что, поверьте, качество проектов не определяется бесконечным количеством картинок, которые туда заливаются, потому что, ну, как бы, нечего гордиться тем, что у вас там лендинг в тысячу фотографий, потому что их надо каким-то образом в определенные концептуальные рамки встраивать, и часто этого не происходит. И третье, на мой взгляд, самое важное – это проблема языка. Языка, на котором мы говорим о войне и победе, и это такая же тотальная проблема сейчас, как непонимание современных форматов. Собственно, да, с войной связана травма, далеко не изжитая. И очень многие сложные вещи, даже для интеллектуального сообщества, для того, кого мы называем, условно говоря, думающим классом, представители, которые работают в культурных институциях, и которые, собственно, в рамках своей деятельности должны устанавливать некие дискурсивные рамки реальности и вырабатывать некие нарративы. И я могу сказать, что так случилось, что языком, о котором говорят о войне и победе, стал язык пише и штампов, сложившийся, как я понимаю, еще в позднесоветскую эпоху. И за последние 30 лет, несмотря ни на что, собственно, учреждения официальной культуры, учреждения культуры продолжают с нами говорить на этом языке о важных для нас событиях, которые затронуты в нашу страну, многие семьи, которые, в общем, для, например, для моего поколения все-таки имеют значение, даже вот для моего. Мария Валерьевна, рекламент. Пять минут прошло уже? Шесть с половиной. Три с половиной? Шесть с половиной. Шесть с половиной. Хорошо. Ну, как бы это все, что я хотела сказать. Ну, там еще есть проблема рекламы, но хорошо, тоже я вам получила. Спасибо. Спасибо большое. Извините за, так сказать, внедрение в ваш замечательный доклад. Ну, а что касается проектов, открывать наш парад, я предлагаю Михаилу Битчу Кербикову, завотелом военной истории Ярославского музея-заповедника. Пожалуйста. Ну, всем добрый день. Сейчас у меня... Пожалуйста, регламент. Да, да, да. Что-то у меня не открывается презентация. Ну, тогда я, видимо, без нее обойдусь. Наш проект – это лица Победы, ярославские лица Победы. Ну, заголовок, хорошо. Он нужен или... Что? При демонстрации экрана включили. Нужно ее продолжать, если вы не показываете слайд. Ага, так. Что-то я... А как вернуться мне назад? Саша, там, где настройки просмотра, да, там же выходим. Организатор конференции может прекратить трансляцию. Да, можно тогда. И тоже помимо обычной программы, которая входит во многие музеи, есть цифровые – это и там песни, чтение стихов. Вот мы решили на сайте написать материал, приглашение, присылать нам лица, фотографии и документы участников войны и не только, и детей войны в том числе, для того, чтобы мы могли это использовать в строительстве новой экспозиции, а также в научной работе. Опасения, которые у нас было, что при таком приглашении никто ничего не пришлет, потому что по опыту мы знаем, что если сам не будешь опрашивать людей, звонить им, просить что-то прислать, то никому это не будет интересно. Но, как оказалось, опасения эти напрасными были и материал люди присылают до сих пор. На настоящее время около 17 человек, да, прислали фотографии и документы. Около четырех десятков сейчас у нас аккумулировано фотографий, микроисторий людей. Что с этими, как мы работали? Кроме приглашений мы обязательно создали такую юристу у нас формулу, чтобы люди могли подписать документ, разрешающий нам использовать эти изображения обязательно в нашей работе. Письма пришли. 9 мая мы показали в рамках цифровой программы ролик, куда смогли смонтировать вот эти все изображения нами присланы. Кроме того, сейчас у меня в музее в небольшом идет ремонт или экспозиция. Фотографии эти будут размещены на таком арт-объекте, представляющем собой вертикальные панели, где будет много, примерно 150 фотографий портретных людей. В том числе все, кто прислал до начала мая фотографии, мы их на этом комплексе разместили, такой комплекс памяти. Ну вот сейчас вопрос встает, что мы написали, что акция бессрочная, и люди могут присылать их и сейчас. Последняя, по-моему, 13-го прислана была фотография. Что с ними делать? Конечно, вариант есть такой, что сменять вот эти вот панели с изображениями людей раз в квартал, чтобы они могли прийти и увидеть своих родственников. Второй вариант еще, что когда, конечно, кончится ситуация с вирусом, пригласить всех, кто прислал нам материал, всем вместе встретиться, и чтобы люди друг другом поделились этими историями. Такая коллективная коммеморация получается. Потом из наиболее интересных историй можно создать небольшие ролики, двух-трехминутные для соцсетей и для сайта музея-заповедника, да и для самих людей и их семей. Это тоже было бы важно. Ну и, конечно, что можно использовать эти материалы в научной работе. Когда откроется музей у нас, слава богу, то мы планируем создать специальный небольшой кабинет для исследователей, краеведов, школьников, где вот весь этот цифровой контент по истории войны и по материалам, присланным нам, люди могут использовать даже в написании там рефератов или каких-то исследовательских работ, в том числе школьниками. Вот так. Спасибо большое за очень жесткий регламент, которого вы придерживаетесь. В следующем мы приглашаем Оксану Сергеевну Гажалимову из Рыбинского государственного исторического музея-заповедника с проектом. Вы готовы? Да. Пожалуйста. Попробую запустить демонстрацию. Получилось, да, вроде бы? Наш проект называется «Нас песня к победе вела». Это было для нас новое, мы в виртуальной, в соцсетях не проводили такие конкурсы, проводили конкурсы. Опять же, присылали вот нам письма, как Михаил говорил. А вот такой песенный конкурс был для нас в новинку. Ну, для, вообще для проекта «Победы» мы, конечно же, сделали много различных, не переключается, самых различных, как раз вот таких вот акций, это были у нас и онлайн-экскурсии, все вы видите на экране, какие мы делали ссылки и в соцсетях, много проектов. Но вот более успешным прошел как раз именно вот этот песенный конкурс. Просмотрело его более трех тысяч человек. Прислали нам на конкурс более двухсот роликов, и наши бедные сотрудники сидели и отбирали, прослушивали, кто войдет в наш отчетный концерт, который будет проходить в ночь музея 16 мая. Ну, а почему мы взяли именно военные песни? Поскольку это действительно часть живой истории, она очень актуальна и знакомая людям, нужно сказать, что Рыбинск гордится двумя нашими земляками, поэтами-песенниками Алексеем Александровичем Сурковым и Львом Ивановичем Ашаниным, и к тому же в Рыбинске очень сильны музыкальные традиции. Мы всегда думали, что будет географии только нашим городом, нашим краем ограничиваться. Но вот удивление и было в том, что география была очень большая. Нам присылали ролики из Астрахани, Воронежа, Волгограда, Москвы, Новосибирска, Уфы, Челябинска. Ну и, конечно же, наши города Ярославской области тоже приняли участие в этом. Но вот не просто было отобрать материалы, посмотреть, подходит ли это по тому критерию, которые были указаны в положении этого конкурса. И сразу же стали присылать, буквально в первый же день, как только мы выложили афишу этого конкурса, положение опубликовали, стали присылать ролики. Роликов было много. Мы их размещали в комментариях под афишей. Была попытка сделать альбом и уже там делать комментарии под каждой песней. Но все-таки посетители нашей странички ВКонтакте решили делать вот под комментариями. Комментариев было очень много на ролики, было много лайков. По лайкам мы тоже отмечали и приз зрительских симпатий в том числе. И песни были самой разной направленности. Это песни и Великой Отечественной войны, которые были непосредственно написаны в эти годы. И были, которые уже после войны. Но были, конечно же, и песни наших земляков. Как я уже сказала, что прислали нам практически около 200 роликов. Возраст участников был самый разный, от 5 до 60 лет. Вот старшая категория, конечно, не так активно участвовала, как маленькие. Но, тем не менее, тоже были присланы ролики. А вот приз зрительских симпатий у нас набрал 208 лайков. Причем победила у нас Новосибирская область. Были по номинации как раз по трём возрастным категориям. Номинантов мы победителей объявим как раз 16 мая. В ночь в музеях будут у нас транслироваться вот эти ролики, как концерты мы их собрали. А затем будут использоваться у нас и на выставке, которую мы создали уже, дорабатываем какие-то различные моменты. Это выставка «Герои в нашей памяти живут». И звучание песен войны, конечно же, здесь у нас предусмотрено и обязательно будет. Вот, вроде бы, всё. Спасибо большое. Спасибо большое. Так, следующее выступление Татьяны Юрьевны Назаренко. Томский областной краеведческий музей. Татьяна Юрьевна присутствует. Татьяна Юрьевна, надо звук включить. Проект «Голоса Победы» родился из другого проекта «Сибиряки вольные и невольные». У нас собираются истории, причём простых людей, и в том числе есть нарративы о Великой Отечественной войне, есть желание музея работать с нарративом. И была задача поставить выставку «Война – тяжёлая работа», где акцент сделан не на глорификацию войны, а на свидетельство очевидцев, рассказывающих, в общем-то, о военной повседневности. Но поскольку длинные тексты у нас не читаются на выставках, то было решено, что тексты должны звучать. И даже при том, что у нас есть аудиоинтервью, то возникает проблема, что они не отредактированы, и вот этот вот ёмкий текст, он у нас как таковой отсутствует. Мало того, проектов такого рода много, вот в частности в соседнем Северске происходили похожие события, и когда дети, например, читают какие-нибудь военные письма и воспоминания, понимают, что иногда ребёнок старается, но видно, что он не понимает, о чём речь, а нам хотелось уйти вот от этой риторики, от клише, и поговорить именно простыми словами о простых и страшных вещах. Поэтому решено, что акцент мы делаем на озвучку волонтёров. Делали вот такую страничку на сайте музея, объяснили, зачем нужны нам озвучки, выложили 33 ролика и предложили озвучить. Единственная просьба, чтобы женские воспоминания звучали женскими голосами, мужские – мужскими. Но по мере того, как у нас этот проект начал популяризироваться в соцсетях, к нам стали обращаться люди, которые говорят, «А у нас вот есть свои воспоминания, у нас есть свой человек». Ну и мы решили, что эту инициативу нельзя перекрывать, нельзя ограничивать, допустим, 9 мая, а говорить надо тогда, когда душа просит, и участие сугубо добровольное, к количественным показателям мы не стремились. В результате вот сделали просто такую памятку, что в течение минуты там надо записать короткий рассказ, когда и где его выложить, и куда прислать нам. В общем, в результате на 33 музейных сюжета наслоилось 17 историй, присланных по личной инициативе. В озвучках в основном принимали участие волонтеры, волонтеры, причем это в основном женщины, и женщины, которые с музеем уже сотрудничали по другим проектам, но в том числе вот есть и профессиональные актеры. Вот так вот выглядит страничка, все ролики решены в единой концепции, которую сделал наш музейный дизайнер. Вот, для продвижения, естественно, благодарности участникам проекта с просьбой разместить 8-9 мая на страницы в соцсетях, перепосты рекомендаций на личных страницах в соцсетях, ну и у нас есть своя методическая рассылка, мы просто попросили, если интересно, может быть, опубликуете один-два ролика. Она неожиданная, эта инициатива понравилась людям, и буквально как круги по воде разошлись наши ролики по социальным сетям. Вот этот вот всплеск 8 мая, когда основная часть была выложена роликов, она, в общем-то, очевидна. Ну, а дальше только по статистикам по соцсистему музея, я ее озвучивать не буду, но если интересно, то есть презентация, можно ее будет распространить среди участников вебинара. То есть, видите, что людям это понравилось, но я бы хотела сказать вот что. Во-первых, акция задумывалась до форс-мажорной ситуации с изоляцией, и она может быть, во-первых, продолжена, во-вторых, повторена в следующем году. Если мы будем продолжать эту акцию, то акцент будет делаться на личных историях, и это будет такой своего рода продолжением нашего зонтичного проекта «Сибиряки. Вольные и невольные». Ну, а вот авторы идеи, участники проекта, то есть основная работа легла на плечи программиста, который, на наш взгляд, очень оперативно с ней справился. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, очень хорошо у нас по регламенту все идет. Вот закончилось 30 минут, три доклада. Теперь мы перейдем к вопросам. Я передаю слово Виктории Викторовне, она, так сказать, будет вести, скажем так, проблемы, связанные с вопросами и ответами. Пожалуйста, Виктория Викторовна. Саша, ты посмотришь, а сейчас я тоже посмотрю. Те, кто хотят задать вопрос, то нужно поднять руку. Я пока не вижу ни одной руки. В чате были вопросы? В чате тоже нет вопросов. Вероятно, все приберегают свои вопросы, обдумывают пока для дискуссии. Ну что, еще 30 секунд ждем вопросов. Вы знаете, коллеги, у меня все-таки предложение, поскольку Маша начала говорить про рекламу вначале, но не успела сделать. Может быть, есть возможность полторы минутки ей просто до... Да, конечно. Конечно. Конечно, пожалуйста. Когда я продолжу, собственно, я все-таки хотела бы говорить о проблеме языка. Я не буду заново все это как бы зачитывать, потому что, мне она кажется, довольно важный в этом контексте, который мы обсуждаем. И, собственно, что я хочу сказать. Я испытываю вообще когнитивный диссонанс, когда, то есть, максимум, что... То есть, язык — это язык штампов, язык клише, язык сокращений, язык бесконечных цифр. И, собственно, никакого возвеличения не происходит. В лучшем случае, это такие немножко энциклопедические справки, которые, в общем, как бы не вовлекают нас никуда. Ты их читаешь и забываешь. И, надо сказать, что эта проблема языка, она пронизывает вообще все сферы. Это не только производство вот этих лендингов и текстов к ним. Это, например, я присутствовала на открытии одной виртуальной выставки. Там было выступление оператора. Это человек принадлежит поколению миллиониалов, как и я. То есть, профессионально он сформировался уже в постсоветское время. И все равно вот он с завываниями говорил немецко-фашистские захватчики. Вот. И пишет он абсолютно так же. Это сокращение чудовищное совершенно. Понимаете? У людей даже нет имен. Потому что мы видим подпись в фотографии, например, какой-нибудь встречу союзников, там какой-нибудь Джон Сноу, улыбающийся рядом, И.Г. Иванов. Что мы экономим? Какие знаки мы экономим? Давайте вернем людям, ну, как бы, собственно, хотя бы имена. Потому что, если вы посмотрите глазами на эти тексты и услышите, как они звучат, вы поймете, как это все антигуминистично. И, надо сказать, что лучшие проекты, которые мы сегодня будем обсуждать, вот их четыре, они как раз были направлены на то, чтобы найти вот этот вот новый язык, разговор о войне, о победе, о травме, о радости и так далее, там подобное, чтобы уйти от этих клише. И, но, повторюсь, этих проектов довольно много мало. И четвертый мой тезис, о котором я хотела сказать, это тезис, связанный, на мой взгляд, весь пиар связанный, почти весь, почти опять же, связанный с продвижением этих проектов, был полным провалом, потому что, ну, не надо сейчас тешить себя надеждой, что музеи, которые выходят в интернет, сходу, собственно, начинают работать, как медиа, с большим охватом аудитории. Нет, они не начинают, и дело тут не только в упаковке продуктов, с которым я начала, а в том, что они пока не владеют каналами донесения информации. То есть, работа с соцсетями, это здорово, это круто, но это тоже надо уметь делать, к сожалению. Вот. И понятно, что для того, чтобы продвигать эту информацию, они обращаются к СМИ, к журналистам, к редакторам и так далее, и тому подобное, и, собственно, которые, в общем, умеют работать с каналами дистрибьюции. И проблема заключается вот в чем. Я увидела, что музеи совершенно не понимают медийную логику. Я сейчас вам ее объясню, как вам. Большинство проектов было анонсировано как открывающиеся, начинающие свою работу именно 9 мая. А на мой взгляд, все должно открываться, было как минимум за неделю по одной простой причине. Вы это прекрасно знаете, вы наблюдаете за этими событиями в сетях. Тема Победы и Отечественной Айны актуализируется в медийной повестке во второй половине апреля и начинает как бы так вот разбухать. И последняя, и первая неделя мая, это вот, собственно, как бы она захватывает всю медийную повестку. 9 мая Апофеоз, Саигус, Салют, и уже 10 мая она сходит на нет. Единичные публикации, единичные расшарки людей в соцсетях. И 11 мая медийная повестка меняется полностью до следующего года. Особенно в нашей ситуации, когда у нас кризис, фиксируют как бы болезни, смерти и так далее. Это тоже надо было учитывать. И все проекты должны были открываться не 9 мая, то есть, ну как бы, вот, а хотя бы за неделю до этого. То есть, и еще последнее, спасибо, что дали мне это сказать. Все это, некоторые проекты, я знаю, что работают как временные, то есть они открылись с 9-го, например, и потом закроются там через пару месяцев. Но надо сказать, что подобные лендинги, подобные проекты, они их можно, они как бы, ну то, что мы называем метухнущие, их можно будет использовать снова и снова, когда поднимается тема памяти, тема Второй мировой войны, Отечественной войны и Победы. То есть, музеи смогут с ними работать постоянно, привлекая к ним внимание. Конечно, эти проекты не надо, собственно, делать временные. Вот и все, как бы это все, что, собственно, все, что я могу сказать, собственно, по этому поводу. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Мария Валерьевна. Чрезвычайно содержательное выступление вы не зря использовали то время, которое вам дали. Спасибо. Я умею не зря все использовать. Спасибо. Так, у нас вопросы все-таки будут или нет? Нет, вопросов нет. Очень хорошо. Тогда переходим к следующему блоку. Михаил Аркадьевич присутствует у нас сейчас здесь? Вначале он был. Да. Да. Вам слово. Михаил Аркадьевич, вам слово. Добрый день. Добрый день, дорогие коллеги. Здравствуйте. Поздравляю вас с праздником Победы, который не так давно мы все отмечали. И хочу очень коротко сказать, мы будем выступать вдвоем. вместе с Ириной Кузнецовой с руководителем компании Экспомани, с которым мы вместе осуществляли проект, который называется «Музыка героев». Это мультимедийный проект, приуроченный к празднованию в смесь пятилетия со дня Победы. Прежде всего, я хочу сказать, что мы готовили, как и все музеи, выставку в своем здании, помещении. В общем, идею мы сформировали давно, но когда грянул гром, то первое было, первое, мы, конечно, все расстраивались и думали, что мы не сможем в этом году такой проект представить. И нам пришла идея это сделать, и нам пришла сделать это в виртуальном виде, в виртуальном пространстве. И достаточно мало времени заняло на перевод в виртуальное пространство, потому что мы начали этим заниматься, если не ошибаюсь, только в начале марта. Только в начале марта этого года. Это была достаточно такая серьезная круглосуточная работа по времени, по очень жадким времени. Значит, я хочу сказать о формате. Это синтез музея, театра, кино и современного дизайна. Специально к этой выставке подобраны фонды музея, несмотря на то, что на то, что нашему музею более ста лет, но многие материалы представлены впервые. Ну, мы открыли имена 64 музыкантов, которые писали музыку в первые дни Великой Отечественной войны, в начальный период, имена которых никто никогда не слышал. Вот только это уже важная заслуга этой выставки. Дальше это музыкальный фон плюс фото, архивные материалы. Это театр, потому что это аудиоспектакль, и главным связующим элементом проекта стал вот этот аудиоспектакль, в котором повествование идет от лица молодого композитора, не вернувшегося с фронта. Выставка и аудиоспектакль разделены на шесть глав. У нас существует мобильная версия. Выставка представлена на двух языках, и, во всяком случае, второй язык, второй язык очень не случайно мы взяли, потому что многие наши сначала партнеры, а потом уже наши коллеги зарубежные, у нас есть очень много отзывов на эту выставку, потому что есть возможность прочитать на английском языке. Анонсирование мы начали за две недели. Мы использовали различные медиаканалы, включая федеральные СМИ, ТАСС, российские газеты, комсомольские правды, региональные СМИ, лайфстайл СМИ. Специально для этого проекта мы еще активизировали телеграм-каналы. Таким образом затронули совершенно различные целевые аудитории. И цели и задачи Ирины Кузнецовой, я думаю, что скажут, мы думаем, что мы справились. У нас появится не только онлайн-версия, мы дорабатываем и в ближайшее время появится коробочная версия этой выставки. И мы уже, у нас есть предложение, дай бог, когда все завершится, мы будем эту выставку презентовать в различных и других регионах, и за рубежом, как настоящий такой музейный продукт. Для этого даже это будет оффлайн-версия. Я хочу, времени мало, если будут вопросы, готов ответить. Я благодарю вас за приглашение на замечательную конференцию. И я хочу передать слово Ирине Кузнецову. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо большое. Добрый день. Я хотела рассказать, наверное, больше о технической стороне вопроса, на что мы обращали внимание. Вот Маша Кравцова отметила, ну, практически по всем этим пунктам мы задавали себе вопросы и пытались соответствовать тому, что нам нужно делать. Значит, прежде всего мы ориентировались на молодую аудиторию и поэтому старались внедрить мультиэкранность и частую смену визуального ряда. Также заложили четырехуровневую структуру сайта и подачи материала, и это рассчитано на различную заинтересованность молодых людей, если вы хотите прослушать только аудиоспектакль или если вы хотите вернуться на выставку и посмотреть фондовые материалы, то вы можете соответственно управлять звуковым рядом аудиоспектакль, дорожками аудиоспектакля. По открытиям, которые наверное не столько неожиданно, но скорее всего нужно было обратить большее внимание, это процентное соотношение пользователей. 85% пользователей у нас сейчас приходят с мобильных телефонов. мы первоначально делали ставку на компьютерную версию, теперь понимаем, что есть сложность с адаптацией, даже не столько сложности, а такое количество аппаратов разных форматов, которым нужно сделать картинку, и эта картинка должна быть красивой и хорошо смотреться на всех устройствах. Ну в целом вы все видели, приходите на выставку. Спасибо большое, замечательное совершенно выступление, спасибо, что делал музей музыки, нам становится понятно, и переходим к следующему музею. Пожалуйста, Мария Александровна Леменкова, Государственный исторический музей. Надо презентацию. Ваши коллеги, спасибо большое, что дали возможность выступить и внесли наш проект в сегодняшний парад. Наверное, парад победы невозможен без исторического музея, так же, как и парад сегодняшних проектов без исторического музея тоже вряд ли можно было представить. Так сложилось, что в связи с закрытием музея в период пандемии интернет-проект «Исторический музей в годы войны» стал единственным проектом, который был осуществлен непосредственно к юбилею победы. Мы задумали этот проект в конце прошлого года, и основной его идеей стал рассказ о работе музея, о жизни и судьбах сотрудников музея с помощью архивных воспоминаний. Таким образом, мы хотели, чтобы о судьбе и о жизни музея рассказали сами сотрудники исторического музея. Истории музея в годы войны обычно известны только самим музейщикам, но отнюдь не широкой аудитории. Судьба людей, которые работали в музеях, спасали коллекции наших музеев, буквально из пепла возрождали музеи после войны. Собственно, об этих людях тоже говорить особо не принято. Поэтому свой проект мы посвятили и коллективу исторического музея, который работал, сражался и спасал коллекции в годы войны, и, наверное, всем сотрудникам музеев, российских музеев, советских музеев, которые пережили те страшные годы. Мы отобрали лишь часть материалов, хранящихся в фонде письменных источников исторического музея, и постарались рассказать о том, как жил музей, о том, как отправлялись коллекции в эвакуацию, какие тяги пришлось пережить людям в течение практически трех лет эвакуации с отрывом от семей, дома, любимого музея. Все это можно прочитать в разделе письма. Мы представили оригинальные письма сотрудников, и у нас не дошифровано еще порядка трехсот писем. Мы продолжим эту работу и выберем, безусловно, самые интересные письма музейных сотрудников. Для нас важным было отразить события войны через личные переживания людей, свидетелей тех событий. Я не перестаю говорить о том, что малоизвестен тот факт, что коллекции исторического музея, ряда московских музеев и библиотек могли погибнуть в один день, 25 июля 1941 года, когда баржа с ценностями отправлялась в эвакуацию и попала под налет немецкой авиации. Этот драматичный момент мы полностью представили на нашем ресурсе, он написан полностью в дневнике нашей сотрудницы. Мы рассказываем о том, как жили москвичи в осажденном городе, какую работу они проводили, проводили сотрудники музея, оставшиеся в Москве. Это работа по комплектации фондов, организации выставочной и лекционной работы. И напомню, что исторический музей не прекращал свою работу ни на один день в годы войны, принимая посетителей. При подготовке проекта мы подняли архивы, касающиеся не только исторического музея и его сотрудников, но и Покровского собора, собора Василия Блаженного. И впервые опубликовали пока найденные нами материалы о коллективе музея, который работал в соборе Василия Блаженного. И также опубликовали список погибших сотрудников бывшего музея Ленина, чьи фамилии фактически были преданы забвению после закрытия музея Ленина. Мы безусловно продолжим работу по выявлению материалов о сотрудниках музея и в том числе во взаимодействии с ресурсами Министерства обороны «Подвиг народа». Говоря о сложностях, которые у нас возникли, да, были некоторые технические сложности, например, в формате данного проекта было невозможно создание базы данных, поэтому мы использовали другие способы раскрытия информации о персональных указанных в нашем проекте, а именно гиперссылки в отдельной вкладке о персоналии. В основе графики, которые вы можете видеть на нашем ресурсе, использованы в оформлении, лежат реальные фотографии из архива исторического музея. Я благодарю Марию Кравцову за столь действительно серьезный анализ наших проектов и за критику, это действительно очень важно. Могу сказать, что мы одними из первых анонсировали наш проект, анонсировали в 24 апреля в ходе пресс-конференции директора исторического музея в РИА новости, и в дальнейшем релиз был разослан посредством массовой информации, в результате чего мы получили очень хорошее количество публикаций в федеральных более 40 оригинальных публикаций. Рассылку нашу поддержало Министерство культуры, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество. С 27 апреля по 9 мая мы поддерживали интерес к нашему проекту в социальных сетях, делясь нашими подписчиками отдельными историями, что, безусловно, увеличило трафик на сайт проекта. Ну, вот, я могу сказать, что за неделю ресурс посетило около более 11 тысяч пользователей. Мы, безусловно, продолжим работу по развитию этого ресурса, поскольку, как я уже сказала, информации у нас достаточно. Ну, и пользуясь случаем, я хочу выразить надежду на то, что к нашей инициативе, к нашу инициативу с рассказом о истории музея в годы войны, поддержат и другие музеи. Давайте рассказывать о неизвестных страницах истории наших музеев. И, пользуясь случаем, всех хочу поздравить с наступающим днем музея. Спасибо большое. У меня все. Спасибо большое, Мария Александровна. Так, следующий проект у нас это проект Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина. Я приглашаю Наталью Михайловну Громберг. Спасибо большое, Лев Яковлевич. Мы на самом деле втроем. Наталья Владимировна Александрова и Наталья Мажухина. Так, Наташенька, давайте я начну, да? Зовут меня Александрова Наталья Владимировна, я ведущий научный сотрудник отдела рукописей. нашего музея и проект Другая война это результат исследования темы музея в годы Великой Отечественной войны, который проводился наиболее активно последние 15 лет. Это материалы статей, докладов, лекций и таким образом это определенный результат этих исследований и он стал, как я говорила коллегам, фактологическим позвоночником нашего проекта. Но с другой стороны, сам проект, который мы делали сейчас, ко дню победы, стал продолжением исследования, потому что наполнение материалов таким объемом, большим объемом изобразительного материала, наполнение залов этим материалом, потребовало дополнительной атрибуции, потребовало еще дополнительных усилий по их розыску, по их предоставлению, исследования. И, конечно, вот тоже такой интересный опыт для классического исследователя учитывать подобный формат, потому что наше молодое поколение, которое сделало вторую часть нашего проекта, рассказало музеи в годы войны своим языком, оно задавало очень интересные и правильные вопросы, которые требуют пояснения, уточнения, то есть, таким образом, этот проект еще и продолжение исследования. И, конечно, огромная благодарность нашему отделу IT, который выполнил невероятно сложную и невероятно красивую и очень выразительную работу по технологическому наполнению этого материала. Я передаю слово своим коллегам. Здравствуйте, коллеги, меня зовут Наталья Маджухина, и я вам расскажу немножечко о своей части, которую я курировала. Это раздел «Факты». Наш сайт делится на два раздела, и я расскажу вам про один из них. «Факты» это виртуальная панорама основного здания главного Пушкинского музея со встроенными военными фотографиями, которые вы сейчас видите на экране. И мы решили органично встроить эти фотографии в геометрию залов, чтобы создать ощущение таких внезапно нахлынувших воспоминаний и создать такую красивую, но деликатную картинку, где у нас настоящее совмещается с прошлым. И мы можем по этим страницам истории прогуляться в формате веб. Говоря о сложностях, которые у нас возникли, хотелось бы отметить, что, конечно, в процессе разработки у нас много обсуждалось и менялось. И одна из сложностей, которая возникла, это точки на центральной оси. Она является одной из наших визитных арточек. Это белый зал, это колоннада, но поскольку это выставочное пространство, соответственно, точек как основной экспозиции сняты не было. Тогда мы подумали и решили, что можно было бы взять точки, которые были сняты на выставках, и таким образом в пространстве постоянной экспозиции у нас еще включились точки, снятые, например, на выставке Щукина, как на данном примере, и на выставке, которая работает сейчас в закрытом музее, это выставка графики Адюрера Де Матисса. И хотя это решение было чисто техническим с точки зрения того, как нам организовать это пространство, но при обсуждении мы поняли, что оно может нести и очень глубинный смысл, так как мы показываем музей не как что-то замершее, и не показываем музей как до и после, до это то, как было в годы войны, и после, как сейчас, а показываем музей как живой организм, который продолжает жить с этими воспоминаниями, и воспоминания о военных годах никуда из него не уходят в течение времени. Также из того, с чем мы столкнулись, это, конечно, были большие объемы, и за счет этого была собрана очень большая команда из людей-обработчиков, и, соответственно, мы организовывали наш процесс в онлайне, то есть это все было не очень просто, но зато мы, мне кажется, уже очень хорошо освоили все веб-возможности, у нас были различные созвоны, демонстрации экрана, где мы, можно сказать, в прямом включении с нашими сотрудниками растягивали эти фотографии, решали, в какой зал что пойдет и так далее, то есть это была такая очень сильная командная работа, которая, мне кажется, нас замечательно сплотила. Но также надо сказать, что коллеги приложили усилия к аудиосопровождению залов, не буду сейчас включать демонстрацию, вы можете потом сами все послушать, но тоже это делалось в общем-то в условиях самоизоляции, и за что коллегам огромное спасибо и нашему куратору, который выступал передо мной, и коллегам, которые обрабатывали аудиофайлы. О разделе «Взгляд» расскажет Наталья Гомберг. Передаю слово. Наташа, заверши, пожалуйста. Да, спасибо. Меня зовут Наташа Гомберг, и я действительно занималась второй частью нашего проекта под единым названием «Другая война», и продолжая тему сложностей, тут, наверное, я хотела бы добавить с содержательной нетехнической стороны, что для нас, как с приведем Мишкравцова говорила, это опыт непривычный, и в формате такой онлайн-выставки нам хотелось учесть, что безусловно здесь нет посетителя, который пришел и уже оказался в пространстве музея, а есть зритель, который один на один с этим материалом работает, и отчасти поэтому мы привлекли таких зрителей к разработке проекта, «Взгляд» это такая попытка посмотреть на историю музея в год войны глазами участников молодежной команды Пушкинского музея, который стал возможным благодаря тому, что, как говорила Наталья Владимировна, в последние 15 лет особенно было собрано много материалов, с которыми ребята смогли познакомиться, уже находясь на карантине, и вот это, мне кажется, очевидно для всех тем поиск новой интонации, когда речь заходит о теме войны. Здесь мы попытались ее решить тем, что ребята говорили, строго говоря, не о войне как таковой, о том, как они сегодня воспринимают эту военную историю, тем более, что в отличие даже от моего поколения, у них уже не было тех бабушек и дедушек, которые могли бы им рассказать о том, что это за событие, их бабушки и дедушки родились уже во многом после войны, в этом отношении для них музей сделался таким старшим товарищем, свидетелем событий, и для нас безусловным открытием стало то, что молодые люди могут быть частью взрослой команды сотрудников музея, и, безусловно, то, о чем говорила Наташа, большая команда, которая работала над этим проектом, мне кажется, блестяще справилась от работы интеграции дизайнера и автора 14 лет, объединила их всех военная история музея, также говоря об открытиях, для нас, конечно, это стало важным опытом разных форматов, как вы видите на странице взгляда есть рисунки, есть такие анимированные видео об основе технологических этапах военной истории музея, сделанной, собственно, 16-17-летними художниками, ими же написаны сценарии, и сделана озвучка, здесь есть и тексты, личные, эссе, и аналитические попытки проследить какие-то основные этапы и темы в военной музейной истории, есть подкасты, и даже есть такой, очевидно, спорный формат, как игровой фактический материал, который в общем призван побороть от проблему того, что молодые люди сегодня не читают большие тексты или читают их с трудом, тем не менее готовы знакомиться с историей. В этом смысле работа с разными форматами для нас, конечно, новый опыт, говоря о продвижении проекта. Важно сказать, что мы активно использовали страницы в социальных сетях, которые у музея в том числе делятся и по аудитории, у молодежной команды музея есть свои странички. По второй части проекта, по фактам, наши коллеги из отдела экскурсионной и лекционной работы подготовили экскурсии, которые с одной стороны, конечно, знакомили посетителей виртуальной экспозиции с материалом, а с другой стороны, на самом деле, позволяли им потом остаться один на один с этим документом, потому что вот эта история про встречу один на один с сложным материалом в виртуальном формате как раз даёт возможность зрителю... Я возвращаю слово Наташу Мажухину для подведения итогов статистики. Да, ну, в общем, поддерживаю, да, сказали мои коллеги до этого. Могу из общего по цифрам сказать, что пик посещения проекта пришёлся на 9 мая, что, в принципе, чего мы и добивались. В этот день посетило 1200 пользователей активных, плюс вот эти онлайн детские и взрослые экскурсии, которых было проведено в период с 9 по 11 мая 8, и подключение с 255 аккаунтов, плюс мы понимаем, что с компьютера могла смотреть экскурсию вся семья. Экскурсия онлайн продолжается по проекту до конца мая, и сейчас стабильный уровень наших посетителей это около 200 активных в день, что, в общем-то, в момент, когда дата уже прошла, мне кажется, неплохим стабильным показателем. Спасибо. Большое спасибо всем трём Натальям и Александровой, и Мажухиной, и Гумберг. Замечательный совершенно проект, конечно. Значит, коллеги, мы подошли к экватору. Сейчас можно задавать вопросы. Как у нас, есть что-нибудь по вопросу? У нас сегодня один вопрос, тут два сообщения по поводу того, что проект «Музыка героев» есть презентация в PDF самого проекта и дальше, а, это про 10 минут. Значит, вопрос был один, как раз коллектива, который выступал последним. И я присоединяюсь тоже к этому вопросу. Почему такое название «Другая война»? В чём другая? Музей пережил, музей, в общем, мы мало знаем на самом деле о войне, о той войне, большой войне, которой жила страна четыре года очень долгих. И война была у каждого своя, одна на всех и у каждого своя. И в музее была действительно настоящая война, потому что музей был тяжело ранен, он остался без крыши в середине октября 41-го года. И музей был спасён силами сотрудников очень малочисленного коллектива, который остался после сокращения штатов. Они свой тяжело раненый музей выхаживали. И, кроме того, официально аварийные работы по устранению вот этой страшной аварии от взорвавшейся бомбы, которая взрывную волну уничтожила все стеклянные перекрытия, трёхуровневые, они официально названы трудовым фронтом. С 16 октября по 25 января 42-го года. То есть музей буквально сражался. В холоде, голоде, мраке, при выключенном отоплении, ну, фактически без крыши над головой, музей прошёл свою войну. Это была другая война. Саша поднял руку. У тебя вопрос? Саша, там. Реплика. Собственно, мы увидели два замечательных проекта таких медийно насыщенных. Это и Пушкинский музей, и Музей музыки. И мне подумалось, что вот, но у нас, конечно, есть большая дискуссия по поводу того, что нужно прилагать усилия к созданию мобильных версий таких проектов. Но я почему-то подумал, прошу меня извинить, если это сравнение не совсем корректное, стоило ли снимать, например, большие художественные фильмы, если они плохо смотрятся на чёрно-белом телевизоре с экраном в 37 сантиметрах. Наверное, всё равно бы стоило. То есть в этом смысле то, что нельзя адаптировать под мобильный телефон, а медийные насыщенные проекты Пушкинский и Музей музыки абсолютно неадаптируемы, мне кажется, под мобильные устройства, это не означает, что такие проекты надо делать. Просто нужно в мобильных версиях говорить о том, что коллеги, как бы через это маленькое отверстие вы ничего не увидите, пожалуйста, хотя бы планшет возьмите в руки, а лучше большой монитор. Тогда вам будет, собственно, всё видно и слышно хорошо. Спасибо. Всё адаптировано для мобильных телефонов, это было самой сложной технической частью. Да, но тем не менее, я считаю, что если это невозможно сделать, то в этом нет криминала. Абсолютно согласен, потому что это формат подачи. Просто частью аудитории мы понимаем, что теряем. Достаточно большое. Значит, коллеги, у нас образовалась микродискуссия такая. Значит, кто-нибудь ещё хочет выступить по тем проектам, которые были у нас пройдены? Вы знаете, у меня вот всё-таки вопрос есть к Наталье Александровой. Она рассказала нам, почему название «Другая война». А вот на проекте, в каком разделе об этом сказано? Потому что этот вопрос будет возникать у всех. Рассказ был коротенький, очень яркий, где-то, наверное, в части, которая, если этого нет, о проекте, нужно эту информацию обязательно поместить. У нас есть общая информация о проекте, о двух разделах. И раздел «Факты» как раз и говорит об этой другой войне, и, в общем, наглядно её показывает, эту другую войну. Мне кажется, это у нас очень получилось. Причём я хотела ещё обратить внимание, уж простите за подробности, ведь я понимаю, что у музеев не осталось, это вот опять же мой комплимент историческому музею, который поднял потрясающий материал. Мы связаны почти там и соседей, и родственными узами. Сёстры Лосева работали, да, в разных музеях. Значит, но не осталось фотографий, ведь запрещено было фотографировать. В начале войны у населения изъяты фотоаппараты, велосипеды и радиоприёмники. И то, что у нас чудом сохранилось эти фотографии музея, когда пришёл Меркуров на его восстановление в марте 44-го года и заснял музей, в каком состоянии он должен был его реанимировать, это просто чудо. Вот. И поэтому, конечно, нам вот с этим материалом повезло, и я считаю, что факты как раз нашего, раздел фактов другую войну нашу и показывают и демонстрируют. Спасибо большое, спасибо. Спасибо. Ещё вопросы? Нет, ещё вопросы. Михаила Аркадьевича, как возникла идея такого трогательного проекта? Так, Надежда Викторовна что-то хотела сказать? Да, ну её плохо слышно. В чате есть вопросы к Михаилу Аркадьевичу. Как возникла идея такого трогательного проекта? И комментарий Александра Адаскиной. Лично я прослушала аудиоспектакль мультимедийного проекта «Музыка-герои». Спасибо. Спасибо. Можно ответить, да? Да, да, Можно ответить. Мы за последние несколько лет подняли достаточно много, работали с большим количеством материалов, которые есть в фондах музея на эту тему и на самом деле есть очень много интересного и когда мы говорим о исторической стороне всего того, что связано с войной, мы как раз подняли тему, о которой, ну, если не совсем ничего не говорится, то говорится очень-очень мало. Только я вам скажу для примера один факт, что в первые четыре дня войны в Союз композиторов СССР было направлено более ста произведений композиторов, более ста за четыре дня, которые все были направлены на... Это была реакция музыкантов, композиторов на начало войны и на готовность встать, пойти на фронт. Очень много молодых музыкантов уходило. Да, мы сегодня говорим о песне Александрова Священной войны, мы говорим о симфонии Штаковича, но такое количество музыки, которое было написано во время Великой Отечественной войны, это был колоссальный большой пласт. И молодые ребята, уходящие, мы взяли для примера молодого студента, 22-летнего студента консерватории, который вообще ничего не понимал, он сел в поезд и поехал защищать Родину. В голове у него крутится музыка, он все, что видит в окне, он связывает с музыкальными произведениями, и таких было много. И таких было много. И мы показываем, и аудиоспектакль идет рассказ от первого лица, он рассказывает свои ощущения, он говорит, все это иллюстрируется музыкой. Мы, конечно же, не могли не затронуть тему фронтовых бригад, где замечательные артисты, которые мы сегодня знаем, но все они начинали, все их творческий путь начинался на фронте, сцены были на грузовиках, Лидия Русланова за 1400 дней, которой шла война, 1250 концертов дала, кто об этом знает и кто об этом говорит, ну и так далее, и так далее. У нас было много собранного материала, и как раз эта выставка нам помогла еще больше это сложить, а сегодня мы сейчас говорим с нашими белорусскими партнерами, что, дай бог, все разрешится во второй половине года, мы представим эту выставку в Национальном историческом музее Республики Беларусь и добавим туда сегмент белорусский, потому что там было очень много всего, и мы над этим, это наш следующий этап, у нас запланирована выставка, это представление в Ульяновске, там мы тоже дадим Ульяновский фрагмент, потому что везде, потому что музыка на фронте совершенно отдельная строка, ну и как мы с вами знаем, любые катаклизмы, любые страдания всегда, всегда взрыв творчества, вот мы это и хотели показать, и идея такая, она достаточно трагическая, все, что связано с этим трагическим, но получилось достаточно трогательно, я согласен с автором вопроса, трогательно, и мы старались, конечно, раскрыть тему, как музыка жила. Спасибо большое, Михаил Аркадьевич, спасибо большое. Коллеги, мы пересекли экватор, и можем идти дальше. Значит, вопрос у меня, скажите, пожалуйста, Свиблова Ольга Львовна, уже появилась или нет еще? Она у нас в последней группе же. Она в предпоследней группе, она просила пораньше, ее пока нет, да? Хорошо, в таком случае я обращаюсь к Ане Владимировне по поводу музеев Москвы. Добрый день, дорогие коллеги, большая честь присутствовать на этой конференции, и, собственно, в положенные пять минут быстро расскажу про те проекты, которые мы выпустили. Я прошу извинить, я думаю, регламент можно, судя по всему, чуть-чуть увеличить, ну, по крайней мере, до семи минут, а может и до десяти. Еще, коллеги, я попробую, на самом деле, рассказать историю. Первый вопрос, который был задан участникам этой конференции, организаторами, каким образом начиналась работа над проектом, и надо сказать, что, когда мы в музее Москвы готовились к 75-летию Победы, то мы проводили работу по трем исследовательским направлениям. Первое, и очень важно, это то, что у нас проходит постоянно оцифровка наших фондов, у нас очень богатые фотографический фонд, и, собственно, как бы нашими кураторами музейными Владимиром Самарином и Ольгой Бездан была совершена новая атрибуция фонда Бориса Игнатовича, и, собственно говоря, были выявлены фотографии, которые относились к авторству его сестры Ольги. Вот, мы пригласили внешнего куратора Ирину Чмырёву, и, собственно, готовились, как бы, к такой полноценной выставке и публикации этих материалов. Второй проект, над которым работал отдел «История Москвы» во главе с Ириной Анатольевной Карпачёвой, был посвящён военным письмам и дневникам, потому что, опять же, в фондах музея достаточно большое количество этого материала. Мы вместе с главархивом тоже работали над, как бы, такой документальной выставкой, но при этом понимая, что, как бы, документы, архивные материалы очень сложны для выставочной репрезентации, мы, соответственно, с самого начала подключили наших коллег из ГИТИСа, Российской Академии Театрального Искусства, и, соответственно, сценограф, режиссёров, для того, чтобы сделать такую выставку и спектакль. И как раз сегодня много говорили о том, что необходимо актуализировать военный, собственно, контекст для нового поколения. вот наша задача была как раз обратиться к молодым людям, которым сегодня там 15-20 лет, которые в определенной степени оторваны по временным рамкам от понимания войны и её переживания, ощущения, потому что, как бы, они зачастую просто незнакомы с семейными историями, и, соответственно, как бы, поскольку многие герои московского ополчения, они как раз были именно в таком возрасте, то есть, то, что мы сегодня назвали тинейджерами, для нас было важно, чтобы молодые актеры, как бы, собственно, прочли эти тексты и воплотили их в перформативной форме. Ну и, соответственно, когда, как бы, стало понятно, что всё происходит в онлайн, то, соответственно, перед нами стала задача воплотить эти проекты в онлайн-формате, и я просто хотела бы поделиться экраном в этот момент. Вот, я надеюсь, что вы видите. И мы, на самом деле, пошли по, как бы, форме достаточно простой с точки зрения интернет-технологии, но для нас было самое важное, собственно, передать, как бы, контент и сохранить вот этот вот живой голос, да, то есть, как самих материалов, так и, как бы, живой голос актёров, которые, как бы, прожили бы эти тексты. Вот, и в результате у нас получилось опубликовать 29 глав, то есть, у нас наши, как бы, письма, они фактически составляют такие вот главы, я хочу просто одну из них вам открыть. Вот, пожалуйста, как бы, одна из моих любимых, как бы, благодарная вам за шерстяные носки, они просто спасли меня. Это, значит, история замечательная, Люба Касук, значит, которая ушла на фронт, молодая девушка, она пишет, как бы, очень позитивные, очень оптимистичные письма, ну, и как на самом деле вы можете себе представить, это, конечно, трагическая история, потому что она умирает очень быстро, вот, по-моему, сейчас увидим, да, то есть, как бы, в эту главу, в эту историю, то есть, помещены не только письма самой девушки, но и, собственно, как бы, мы видим ту похоронку, которая приходит 23 марта 1942 года ее семье, вот, и через эти материалы, как бы, перед нами как раз проступают вот характеры, это очень, как бы, как раз очень многие ее однополчане говорят про то, какая там была позитивная, жизнерадостная, мы видим портрет этой девушки, мы видим, как бы, действительно, очень личную прожитую историю, и, собственно говоря, на самом деле получилось так, что онлайн-формат нам дал гораздо больше инструментов для полноценной, как бы, репрезентации этого материала, потому что, действительно, получилась ситуация 360 градусов, вы видите фотографии, вы видите письма, вы можете их прочитать, и, соответственно, как бы, вы можете услышать, как их играют актеры ГИТИСа, или, как бы, как их читают, собственно, в подкасте, который мы выпустили, значит, вместе, сейчас, простите, секунду, вместе с комитетом по туризму, вот, ну, и, как бы, не очень, ну, то есть, очень важно, на самом деле, что вот вылезает эта форма, да, потому что мы продолжаем нашу исследовательскую работу, как бы, она важна для нас, для формирования, как бы, фонда в музее, она, собственно говоря, очень важна для того, чтобы этот проект, он не законсервировался, вот, как Мария Кравцова говорила, чтобы история этого проекта не осталась, ну, как-то сказать, незамеченной после 9 мая, когда основной, собственно говоря, интерес к проектам, связанным с Великой Отечественной войной, схлынет, то есть, для нас, как бы, сейчас стоит задача продолжать публикацию архивных материалов, я думаю, что, как бы, в тот момент, когда, все-таки, выставка пройдет в офлайн, мы сделаем очередную порцию записи с актерами ГИТИСа, вот, и это, как бы, такая, значит, текущая история, то есть, она ни в коем случае не заканчивается вот этой вот публикацией, для нас важно, как бы, создать вовлеченность к проекту тех, кто приходит на эту страницу, и, как бы, понимание того, что, действительно, эта история, она будет и дальше обновляться, вот, ну, и, соответственно, сейчас, я могу просто показать, как выглядит сайт, посвященный, вот, у нас есть специальная страница Музей Москвы онлайн, где собраны, эти проекты выставочные, будут они расширяться, ну, соответственно, важно тоже достаточно, что мы публикуем материалы выставки Бориса и Ольга Игнатовича, да, как бы, мы публикуем примерно третьего в открытом виде, вот, потому что, ну, для нас, как бы, кажется, что вот этот вот посыл Creative Commons, он важен сегодня, особенно в ситуации, когда мы резко все перешли в онлайн, что я имею в виду? И мы понимаем после двух месяцев, примерно полутора месяцев работы онлайн, что, как бы, говоря об онлайн и оффлайн аудитории, это совершенно две разные аудитории, и работая с онлайн аудиторией, мы уже 7 минут, как бы, должны работать с обвлеченностью, с знанием людей о том, что, собственно, как бы, есть музей Москвы, у музея есть коллекция, в музее проводится большая научная работа, мы возвращаем, вот, например, женские имена, как бы, женщин-фотографов, что очень сложная тема, как бы, вообще, женщина творческой профессии в Советском Союзе, тем более, женщина-военный фотограф, которая прошла весь, как бы, всю Европу с первым украинским фронтом, вот, ну, и, соответственно, на самом деле, я еще раз вращаю ваше внимание, я думаю, интересно, что молодые люди давали мне такой отклик на этот проект, и вот художественный язык двух фотографов, он, на самом деле, настолько говорящий сам по себе, хотя кураторы сделали достаточно подробные подписи, что, как бы, здесь никого не обманешь, то есть, мы сразу, как бы, видим много про этих людей, про Бориса и Ольгу, и, на самом деле, это действительно тоже получается такой личностный взгляд на войну, потому что это история просто брата и сестры двух характеров, двух творческих единиц, которые находятся в экстребальных условиях. Вот, я думаю, что на этом, наверное, спасибо большое. Спасибо большое, Анна Владимировна. Значит, поскольку, поскольку Зеленоград, это тоже Москва, я хотел бы пригласить как раз вот из Зеленограда Екатерину Николаевну с проектом. Пожалуйста, Екатерина Николаевна. Добрый день еще раз, коллеги. Спасибо большое за приглашение. У нас вообще возникло странное ощущение, если честно, мы не ожидали, что нас пригласят на этот вебинар с этим проектом, потому что выставка «Отсюда виделась победа» в онлайн формате у нас, она возникла только из-за того, что была необходимость как-то заполнить эту нишу, тему. Сегодня, когда к 75-летию победы мы этот проект не готовили как онлайн проект, мы его готовили как оффлайн проект, но из-за сложившейся ситуации не смогли это реализовать. И что бы нам еще хотелось сказать, для выбора экспонатов, подборки на Музейной Москве онлайн, мы акцентировали свое внимание только на архивных фотографиях трех военных корреспондентов, это Вдовин, Кенеловский и Санько Галина. Вот Анна говорила о женщинах-фотографах, у нас тоже представлены фотоматериалы одной из женщин-фотографов военных корреспондентов. Почему мы ограничились только фотоматериалами? Дело в том, что портал «Музейная Москва онлайн», когда вы формируете продукт на этом ресурсе из различных материалов, из различных экспонатов, то выглядит это слегка похожим на кашу, и мы ограничились фотографиями. Тем более, что тема, которая освещена на этих фотографиях, она связана с началом Великой Отечественной войны и непосредственно с районом, на котором сейчас стоит город Зеленоград. То есть это такая абсолютно история, привязанная к месту нашему. Плюс сами фотографии интересны и не только своей мемориальностью, но и с художественной точки зрения. Какие у нас возникли проблемы при реализации этого проекта? Ну, это я уже сказала, сам вот этот портал «Музейная Москва онлайн», у которого довольно ограниченные инструменты для реализации проекта. Поэтому мы параллельно создали еще один сайт с таким же названием, выставка представлена с таким же названием, но там уже более полная тема раскрывается более полным большим количеством экспонатов. Если на «Музейной Москве онлайн» отсюда виделась победа, это только фотоматериалы военных корреспондентов, то отсюда виделась победа на сайте «Зелайн». Это уже полная выставка, если можно так ее оценить. В дальнейшем все эти материалы войдут в экспозицию, постоянную музея «Зеленограда». Дело в том, что мы сейчас тоже в состоянии ремонта, у нас одно помещение адаптируется под нужды музея, и там будет представлена новая постоянная экспозиция. Какие еще у нас возникли проблемы и вопросы? Само продвижение в сети интернет любого продукта, оно требует ресурса и материального, и человеческого, коими мы были ограничены. И, естественно, мы не стали отказываться от готового решения, использовав этот портал «Музейная Москва онлайн», а использовали этот ресурс очень... Нам показалось, что максимально правильно и четко. Плюс... Что мы еще сделали? Мы не можем сейчас оценить, насколько у нас разная аудитория реагирует на разные элементы этого продукта, этой выставки, отсюда виделась победа. И мы просто еще пока не проводили точных исследований в этой области, и все. Как-то пока у нас промежуточные какие-то срезы. Ну и, естественно, мы попытались сопоставить себя с коллегами из других музеев, сопоставить себя с аналогами, с другими проектами на эту тему. Как многие говорили, что не нужно начинать проект 9 мая. Мы его и не начали 9 мая. Он у нас был запланирован на 14 апреля. То есть мы эту онлайн-выставку на музейной Москве онлайн опубликовали 14 апреля. Параллельно в своих соцсетях давали инфоповод, то есть информацию, посты и публикации для наших подписчиков с тематикой этой выставки, раскрывая некоторые экспонаты. И тем самым, как нам показалось, получили довольно достойный результат по посещаемости и по отзывам. Даже не знаю, что еще добавить. Ну что ж, спасибо, Екатерина Николаевна. Спасибо большое. Значит, коллеги, у нас осталось еще по плану в нашем параде три музея. Это мультимедиа-арт-музей. Как только Ольга Львовна-Скреблова появится, мы ее выпустим. Это Росфото. И это музей толерантности. Ну, если вы не возражаете, мы не будем сейчас делать перерыва. А все эти три проекта прослушаем, после чего вопросы и выступления. Нет возражений? Возражений нет, Екатерина Николаевна. Как раз вопрос, который появился, он общий вопрос. И я хотела его предложить уже на дискуссию. Был вопрос. Хорошо. Мы его перенесем в акции. Хорошо. В таком случае сейчас я предлагаю выступить Алексею Алексеевичу Тихонову. Росфото. Пожалуйста. Добрый день. Я расскажу о проекте «Белинмай». Что было особенно важно для Росфото. Важный момент. Мы стараемся минимально проводить, мы довольно минимально интерпретируем наши объекты. И в этом особенно эмоционально. То есть мы скорее предоставляем материал для того, что для интерпретации уже непосредственно зрителю. С одной стороны. С другой стороны, для фотографии, особенно для архивной фотографии, особенно для фотографии, которая может быть документальной и не предназначена для публикации, об этом еще скажу, важен контекст. Соответственно, задача этого проекта и подобных проектов для нас было больше дать контекст, который может помочь для восприятия фотографии. Мы начинали серию проектов, посвященных, и решили начать с проекта, который на самом деле уже был у нас достаточно давно, 5 лет, совместный проект с Великобритетским музеем. Но мы полностью переработали в новом формате, и там важный момент был в том, что это фотографии, которые в принципе не были предназначены для специальных служб в медиках. И, соответственно, этот проект, который тем самым подчеркивает нашу особенность в предоставлении информации скорее публика, чем интерпетирование ее. Но это там много было существенно сложных технических задач о том, как представить понятному визуару, соответственно, в представлении интернет-проекта. И мы воспользовались тем, что там было много разных объектов, там были панорамы, которые вообще никогда не были опубликованы, которые считывали только в виде отдельных кадров, там были картины, дополнительные информации. И, соответственно, мы пошли по пути, когда такой традиционный лонгридовский формат, однако, еще добавляет контекст напрямую на визуальный контекст. То есть мы добавляем фотографии на фотографию, мы добавляем информацию на фотографию и так далее. Нет никакой особенной экзотики в этом, поэтому я так примерно пройдусь по объектам, но сложность была в том, что разнородного вида объекта, которые позволяют дополнить непосредственно фотографический материал и не ограничиваться галереями, а дать рассказать о разных составляющих того, что было, собственно, составляло медицинскую работу в воде на госпитале и так далее. И еще один важный момент, который для нас, это уже проговаривалось несколько раз в этом вебинаре, о том, что как будет жить выставка дальше. То есть для нас было важно сделать не выставку короткую, непосредственно там рассказать что-то сейчас, а что-то, что останется и потом для нас. И тут есть две составляющие. Одна составляющая, что, соответственно, проект должен был представляться таким образом, чтобы это был материал, во многом даже справочный, во многом исторический, которым можно пользоваться и потом. И технологический момент, который заключался в том, что мы хотели не забывать о том, как эта выставка будет существовать потом для нас. Технологический момент заключался в том, что выставка делалась внутри нашей системы знаний, которой мы там работаем, базы знаний, которая, соответственно, то, что мы публикуем сейчас, оно остается в виде, все связи, все визуальные связи, они остаются для нас и потом. То есть делая онлайн-проект, мы тем самым нарабатываем новую информацию о объектах, которые мы храним, или там в данном случае объектов, которые хранят в другом музее. И это остается для дальнейшего исследования не только в виде онлайн-проекта, но и в виде внутренних связей. То есть мы делаем проект не отдельно, а внутри нашей системы хранения или там системы обработки информации в музее. Вот, чтобы не выходить из, соответственно, не заделывать слишком много времени, я, пожалуй, на этом и закончу. Спасибо большое, спасибо большое, Алексей Алексеевич. Ну, а следующий, пожалуйста, Музей толерантности. Лея Анатольевна, пожалуйста, вам слово. Добрый день. Меня слышно? Да, слышно. Отлично. Спасибо, во-первых, коллеги за приглашение. Для меня большая радость рассказать про наш проект. А, я сразу сейчас включу. У нас открылся проект, который называется «Неизвестный Берлин. Майя 45-го года» из личных архивов кинооператоров Ильи Аренса и Валерия Гинзбурга. Нам, можно сказать, повезло, потому что на нас этот проект, мы начали работу над ним в феврале. Елена Якович, моя сокуратор, известный режиссер-документалист, обнаружила совершенно случайным образом два неизвестных архива личных. Один архив принадлежал Валерию Гинзбургу. Это довольно известный советский кинооператор художественных фильмов, который снимал вместе с Шукшиным фильмы. Он также был оператором комиссара Аскольдова. И вообще много прекрасных фильмов снял. Плюс он был младшим братом Александра Галича. И Лена снимала фильм про Галича. И дома у Гинзбурга, у его пачерицы, случайно на столе, обнаружила этот конверт, где было его рукой написано «Германия, июль 1945 года». И она своим природным любопытством заинтересовалась этим конвертом, спросила, что там. И оказалось, что там пленки, которые он привез с собой из Берлина, они никогда не были напечатаны, никогда не были опубликованы. Гинзбург оказался в Берлине совершенно чудесным образом в июне-июле 1945 года. Он в составе студентов и профессоров ГИКа был отправлен на немецкую студию «Бальцберг» разбирать кинотехнику и киноархив Третьего рейха. И, видимо, в свободное время гулял по Берлину и просто фотографировал то, что видел вокруг. И очень потрясающе передал атмосферу города. Он, как я уже сказала, стал художественным оператором художественного кино, и поэтому в его фотографиях довольно художественный образ этого города. Уже видно, что юный молодой человек будет в будущем хорошим оператором. А другой архив обнаружился совершенно чудесным образом. Лена прилетела по делам в Тель-Авив, в Израиль села в такси и разговорилась с таксистом. Он таксист был русскоязычный. Оказалось, что он сын вот этого И.Аренса, который был довольно известным фронтовым оператором, кинооператором, который прошел всю войну, начиная с Кавказского фронта, с Южного фронта. И он был в пятерке гиковских студентов, которые были впервые отправлены на фронт готовить дипломную работу. Он в 43-м году защитил свой диплом про работу фронтового оператора. И потом уже вернулся на фронт, приписанный к Первому Белорусскому фронту в качестве уже профессионала. И вместе с Первым Белорусским фронтом прошел всю Европу до Берлина. И по его кадрам, снятые в том числе им, вошли во все кинохроники и документальные фильмы военного времени. И можно по названиям фильмов проследить как раз путь Первого Белорусского фронта. И, соответственно, он с Первым Белорусским фронтом входит в Берлин и становится одним из свидетелей тех знаменательных событий последних дней апреля, операции по взятию Берлина и первых дней мирной жизни в Берлине. Вот так мы объединили эти два архива и этих людей, которые в жизни никогда не были знакомы. Они из разного поколения. Ааронс на 15 лет старше был, из разных фактических, да, они кинооператоры, но у каждого была своя специализация. Но их объединила война и объединил Берлин как раз в эти майские и июньские дни. И у нас получилась выставка, которую мы построили в музее физическую. Но так как мы успели съездить в Израиль в начале марта за как раз архивом Ааронса вернуться, в Израиль уже начинались карантинные введения карантина. В Москве они только-только начали об этом говорить, но мы вернулись и сразу же попали под карантин и поняли, что на нашу физическую выставку никто не придет. Поэтому нам нужно что-то придумать онлайн. И мы сразу начали сделать не просто сайт выставки, не просто информацию в онлайн-пространстве выкладывать, а сделали полноценную такую онлайн-выставку, которая представляет материалы физической выставки, но немножко в другом раскладе. Во-первых, мы не выложили все материалы, которые будут на физике. Здесь всего 45 или 50 фотографий. И мы сделали хронологическую такую историю про двух операторов и про военное время. У нас помимо выставки еще некоторые события. Вот был концерт онлайн, в смысле эти победы, музыка концлагеря. Наш экскурсионный отдел и Центр толерантности подготовил всякие подростковые детские онлайн-программы. Это тоже все выложено как часть публичной программы. Но дальше идет как раз повествование о пути Аренса к Берлину, потому что мы больше знаем про это. Материалы в этом архиве были фотографии, сделанные на Южном фронте. Фотографии из штаба Первого Белорусского фронта. Вот это как раз кадр сейчас из Кавказа. А в случае Арен Гинзбурга мы рассказываем больше про него после войны, потому что он стал выдающимся оператором. И некая общая какая-то часть – это весь Берлин. В онлайн-пространстве мы сделали такую хронологию военного времени и поделили на такие тематические блоки те фотографии, потому что они не везде совпадают. То есть у Аренса… По фотографиям Аренса удивительно сразу видно, что они не фотографы, они именно кинооператоры. И у Аренса некоторые сюжеты – это как будто раскадровка. То есть видно, что он мыслит не кадром, не композицией фотографической, а мыслит именно киноплёнкой, раскадровкой. И в этой раскадровке ловятся какие-то удивительные моменты, эмоции, мимики. И всё это как бы персонажи важны. Это полководцы, это маршал Жуков, это маршал Рокоссовский. Судя по рассказам, мы сняли интервью с сыном старшим Аренса, который является странителем его архива. Аренс был близок к Рокоссовскому. Вот здесь как раз фотография, как Рокоссовский застанавливается в ней. Закуривает сигарету. Это такая какая-то мирная жизнь военного времени, вне военных действий. И вот в 45-м году как раз Аренс становится свидетелем подписания акта о пикуляции, встречи с союзниками. А в это время Гейнсбург ещё в Москве идёт, когда провозглашается победа, бежит со своим другом Станиславом Ростовским к Эйзенштейну домой. И потом вот он попадает уже вместе в Берлину. Мы сделали такую историю. Мы провели большое исследование за эти два месяца. Набрали много всяких свидетельств и людей, которые там были. Это кинооператоры и режиссёры. Это Юрий Райзман, который снимал фильм «Берлин» про «Берлинскую операцию». И, соответственно, это воспоминания Жукова и Легина того времени. Мы помещаем эти фотографии в контекст. Всё это представлено тоже на онлайн-выставке. А дальше идут как раз берлинские фотографии. Это Луина Рейха, мая 1945 года. Это наши оба персонажа, которые являются своими друзьями по городу. В случае Арнса, друзья это Константин Симонов, Матвей Вайнрунг и другие герои, как бы, герои Белорусской фронта в случае... Лея Анатольевна, идёт почти девятая минута. Да. Ваши прощения. Тогда я, наверное, буду заканчивать, потому что, в общем-то, можно повторять сайт. И давайте-ка раз расскажу, что она как-то ещё выстрелила, неожиданно, для нас. У нас, соответственно, мы её публиковали, сделали доступной для публики 8 мая. С тех пор, на неделю, у нас 20 тысяч просмотров. Как-то на нас обратили внимание СМИ, и довольно много материалов и публикаций, и сюжетов о телевидении. Это, конечно, для нас большая радость. Ну и я очень надеюсь, что это не останется только в минуальном пространстве, а только когда-то музей откроется, люди смогут рассмотреть на физическую выставку. И я очень надеюсь, что мы будем дальше работать с этими активами. И наши посетители, наши зрители как-то тоже на это реагируют, потому что мы много чего сделали, но я уверена, что там есть что ещё делать, как ещё исследовать и изучать эти фотографии. Спасибо большое. Спасибо большое. Так, у нас Ольга Львовна Свиблова появилась или нет? Если не появилась, то переходим к вопросам и дискуссиям. Хорошо. Сейчас я прочитаю. Меня слышно, потому что у меня очень большие помехи на экране. Слышно. Да, слышно, коллеги? Значит, первый вопрос к Алексею Тихонову. Ольга Синицына просит рассказать несколько слов о статистике востребованностей и что останется у военно-медицинского музея, соучастника проекта в содержательном и в технологическом смысле. Ну, статистика там, по-моему, примерно полторы тысячи посещений, что что-то такое в этом роде. Не очень много, но для нас не очень мало. По поводу Министинского музея, поскольку этот проект уже был в определенном формате, и мы опробовали в прошлый раз, и, наверное, в этот раз то же самое сделаем, это, по сути, это сайт, и он интегрируется как в наш сайт, этот проект, так и в их сайт. То есть в их виртуальный проект он существует также там. Ну, кроме того, много материалов мы, собственно, сделали вместе с ними. То есть мы там оцифровывали материалы, доснимали какие-то вещи, естественно, передали их обратно тоже. То есть они получают тот же проект, там, условно говоря, со своим, внутри своего сайта, чуть-чуть там не будет написано, там не будет шапки расфота и так далее, и материалы. Но, естественно, вот эта интеграция в систему базового знания мы сделать не можем, потому что их платформа другая. Понятно. Спасибо большое. Был еще один вопрос, который я сказала, что переношу его на общую дискуссию. Этот вопрос от Михаила Кербикова, он следующий звучит. Поскольку замечание было в свое время, Мария, о том языке, которым написаны тексты. И вот тогда вопрос ко всем. Возвращаясь к языку рассказа о войне и победе, можно ли сформулировать некоторые рекомендации к современному музейному повествованию о войне? И тут был некий внутренний ответ, плюс один. Коллеги, ваше мнение? Кто хочет первый выступить по этому вопросу? Меня не слышно? Нет, вас слышно прекрасно. Просто у меня какие-то помехи все время. Куда-то я пропадаю, у меня плохая связь. Я думала, что не слышно. Сейчас три новых сообщения есть. Сейчас я их посмотрю. Лев Яковлевич, может быть, вы выскажите свои соображения по этому поводу? Ну, что касается языка, стори-теллинг – это вообще одна из самых сложных проблем. И найти нужный ракурс, нужный аспект, нужное, скажем так, нужное слово к нужной теме и к нужному контексту – это искусство. Это не ремесло, это искусство. И ему нужно учиться. И в определенном смысле тут надо быть, если хотите, артистом для того, чтобы найти это слово. И не только артистом, но и создателем. Вот, собственно, что я могу по этому поводу сказать. Понятно. Спасибо большое. Есть еще мнение по этому поводу? Да, у меня есть. Да, пожалуйста. Надо обращаться к специалистам, потому что существует огромное количество пишущих людей, которые могут адекватно работать с источниками и в какой-то степени конвертировать их в более доступные тексты. Тексты не пронизаны таким образом пишем. Например, я просматриваю материалы, посвященные Второй мировой войне, выставкам, прекрасный обозреватель новой газеты. Человек пишет про политические обычные вопросы, но вот оказалось, что он еще очень любит фотографию, военную фотографию и написал несколько замечательных, прекрасных статей о разных военных фотографах с замечательным, хорошим русским языком. Ну, конечно, еще можно посоветовать всем читать хорошие книги, я не знаю, там, Серов Донекрасова, но я не знаю, насколько как бы... Это такой совет как бы на все времена, на самом деле, но такое ощущение, что он не пользуется, потому что, я еще раз повторю, да, действительно, язык клише – это катастрофа. Спасибо большое. Я думаю, что не только язык, если можно, тоже хочу сказать два слова, не только язык, но и интонация, потому что вот я, например, очень чувствительна к интонации, когда звучит вот этот такой, не металл в голосе, я бы сказала, а такая отчужденность, когда что, как бы война 12-го года, то, что Куликовская битва, что Великой Отечественной, они все оказываются от современного человека примерно на одном расстоянии, и, в общем, никого уже, по-моему, не смешит, что вот это как бы очередь для ветеранов Куликовской битвы, потому что ветеранов Великой Отечественной войны, в общем, тоже не так много осталось, и для молодого поколения, к сожалению, это такая же практически абстракция, как ветеран Куликовской битвы, все больше и больше. И поэтому мне кажется, что то, что мы сейчас наблюдаем вот в лучших проектах, которые мы сегодня обсуждаем и смотрим, это как раз уважительная и уважительная интонация, ну, такая искренняя, и желание, чтобы эта память, она все-таки, несмотря на то, что происходит естественный убыль и участников, и детей участников, и уже теперь, ну, участников, она, как бы, все равно, ну, это, может быть, это противоестественно, но все-таки хочется память сохранить, тем более, что у нас как бы еще не все, так сказать, люди похоронены, да, не все герои этой войны. Спасибо, Наташа. Я тогда перейду к вопросам, которые пришли сейчас у нас в количестве четырех. А вот минутчик. Вопрос ко всем. Первый вопрос Наталья Поро задает. Коллеги, кому-нибудь... Наде Бракер, давайте дадим слово. Мне кажется, мне вот очень понравился проект Пушкинского музея не техническим исполнением, а именно голосом молодых. И мне кажется, что привлечение молодых ребят, конечно, не всех подряд, а тех, которые могут именно искренне высказаться о хороших событиях. И вот этот голос молодежи, школьников меня очень тронул и захватил. Поэтому привлечение молодых это очень важно для таких проектов. Спасибо. Лев Яковлевич, там у Виктории Викторовны какие-то технические помехи, у нее замерзло изображение. Но вот есть вопросы в чате от Натальи Лопата. Коллеги, кто-нибудь... Кому-нибудь учредитель ставил задачу монетизации виртуальных проектов? Опа, как интересно. Неожиданный ход, я бы сказал. Но в нашем мире все возможно. Я могу ответить в ход. Я слышала от Петровского, что они собираются проанализировать, какие лекции, онлайн-лекции, которые они вот в период карантина показывали, пользуются наибольшим спросом и каким-то образом монетизировать их. То есть это мысль присутствует. Коллеги, подключилась к нашей конференции Ольга Львовна Свиблова. Я прошу дать ей... Давайте дадим ей слово. Это тоже замечательный проект Московского мультимедиа-арт-музея. Совершенно замечательный проект. И я думаю, что в параде наших проектов он будет интересен. Пожалуйста, Ольга. Лев Яковлевич, а потом мне дадите слово по поводу Владивостока, ладно? Конечно. Я прошу прощения, что я так склиниваюсь, потому что у меня просто заранее вот этот зум-парад конференции, он как бы рассчитан, поэтому я скоро смогу, не должна буду сбежать. И я очень кратко расскажу о том, мне кажется, чем нельзя не поделиться. Ну, наверное, многие знают, у нас уже три года существует портал. Он межмузейный. И я пользуюсь возможностью обратиться ко всем коллегам, дорогие коллеги. Портал «История России. Фотографии». Ра-фото программы, которая стоит под патронатом высоким президента Российской Федерации, он призван с одной стороны сохранить исторические свидетельства того, как жизнь в нашей стране с середины 19 века до 2000 года развивалась, а с другой стороны он популяризирует тех, кто хранит эти уникальные свидетельства. Фотографические это различные и муниципальные, и федеральные музеи, и это архивы, и это частные коллекции, которые тоже хранят уникальные фотографические свидетельства об истории России. Вот на этом портале «Ра-ши-н-фото» мы открыли стальную страницу, которая называется 9mei.rashianfoto.ru И мы стартовали наш проект 9 мая, он будет длиться до 24 июня, и 8 недель каждый четверг мы открываем новую главу в фото-летописе «Великой Отечественной войны». Только в нашем музее есть больше 7 тысяч фотографий, связанных с Великой Отечественной войной, и это прежде всего фотографии таких классиков, как Евгений Дмитрий Бальтерманц, Аркадий Шайхет, Эммануэлов Зерихин и многих-многих других. И каждая глава этого проекта, так как этот проект огромный, мы его выкладываем вот по четвергам новыми главами, чтобы люди не были перегружены сразу информацией, в этом проекте есть 4 формата в каждой главе. Это видеоролики о истории Великой Отечественной войны, связанные или с событиями, хронологически, или с какими-то темами, вот, например, знаменитые, легендарные, благодаря фильму «Танк Т-34», или это битва, или это встреча на Эльбе. И кроме этих видеороликов на основе фотографий, это фотовыставки, которые можно листать в том ритме, который удобен каждому человеку. Это фотовыставки на основе семейных архивов, фотографии из семейных архивов, которые присылают на наш портал Russian Photo, где сегодня более 250 источников музеев, архивов, частных коллекций фотографических. И около каждой фотографии есть всегда источник, и откуда эта фотография появилась на этом портале. И это ролики на основе фотографии, рассказывающие о военных фотографах, потому что военные фотографы, мы должны отдать им дань и честь, и мы надеемся, что в конце года мы в Москве сможем совместными народными усилиями установить памятник к военным фотографам, где они будут перечислены поименными, где останется место, потому что огромное количество фотографий, я думаю, у моих коллег тоже в архивах, в них подписаны неизвестные фотографии. Так же, как не может быть неизвестных солдат, и до сих пор продолжаются поиски, и они приводят к тому, что мы знаем, что в этой братской могиле покоронен именно этот человек. Ровно так же мы надеемся, и мы делаем эти поиски через портал Russian Photo найти и установить именно тех, кто, пускуя своей жизнью, сражался на фронтах не с оружием, а с фотоаппаратом. Вот такой проект у нас есть. Я думаю, что всем будет интересно. Две главы его уже открыты. 9 мая, конечно, были события, связанные с победой и теми днями, которые предшествовали победе. А с 14 мая мы рассказываем день за днём, годом, историю Великой Отечественной войны. Итак, мы дойдём до 24 июня, и это снова будет победа. Но именно 24 июня 1945 года на Красной площади состоялся первый парад победы, парад победителей. И вот когда были повержены знамёна нацистской Германии, и вот этот логический 8 недель, мне кажется, достаточно, чтобы люди погрузились в этот портал и нашли что-то интересное для себя и пережили, потому что фотографии невероятно национальные, это не фотография парадных портретов в Ардемах, нет, это всё, что было на фронте, и всё, что было в телу. Ужас, трагерь, героизм, мужество и, в конце концов, победа. Спасибо большое, Ольга Львовна. Замечательное совершенно выступление. Значит, коллеги, у нас осталось где-то 10-15 минут для того, чтобы задать вопросы и обсудить. Пожалуйста, кто хотел бы выступить? И кто хотел бы задать вопрос? Я хотела выступить просто, можно сказать, по поручению наших партнёров из Владивостока, они сегодня на фортах Острова Русский, поэтому у них там со связью тяжело, они не смогли участвовать сами, но они прислали такое приглашение всем желающим почитать письма просто на телефон, на камеру телефонную и прислать им. Я вот в чат кинула информацию об этом. Что? Я получила вчера это. А, вот ты тоже получила, да. Так что, Наташа, конечно, я готова. Вот, ну я говорю, что и для всех, кто ещё не получил, значит, надо посмотреть, можно посмотреть в Инстаграме этот проект, как выглядит, и в Фейсбуке написать о своём желании, потому что там, чтобы не дублировались фрагменты этих писем, они каждому будут высылать свой фрагмент. Вот ссылку на Фейсбук я тоже послала в чат. Так что, участвуйте, и, может быть, в следующем году в Владивостоке посмотрим вместе созданный продукт. Спасибо. Спасибо, Наташа. Дело в том, что действительно, ведь мы собирались в этом году провести конференцию. И завтра в следующем поедем. В следующем поедем. Значит, поедем в следующем году. А в этом году мы провели тот парад, который мы здесь провели, то есть парад наших проектов, посвящённых 75-летию победы. Кто хотел бы ещё выступить или задать вопрос? Ну, вопросов пока нет. К сожалению, у меня прерывается связь, поэтому я буду просить Сашу Артамонова дублировать вопросы, если я не задаю их. Значит, меня нету с вами. У Саши был вопрос. Отвучивай, пожалуйста. Да, собственно, у меня был вопрос, были ли какие-то идеи или попытки сделать совместные проекты с зарубежными музеями, в частности, стран антигитлерской коалиции, и под вопрос к нему, приходили ли к вашему музею такие запросы от них? Я могу сказать сразу, у нас было огромное количество запросов на военную фотографию, от прессы, от издателей, от кинопродюсеров, и, увы, мы часто отвечали нет, потому что наш ресурс Russian Photo, несмотря на Russian Photo.ru, не только наш, а он между музеями, как я говорил ещё раз, это всё очень сложные вопросы, связанные с авторским правом. И когда к нам приходят подобные вопросы, там, где мы знаем наследников фотографии, потому что фотографии, всё, что касается фото-наследия Великой Отечественной войны, там в основном, если фотограф не погиб и не было наследников во время самой войны, там ещё действует авторское право, поэтому с этим очень трудно разбираться. Что касается, приходили мы заявки на совместные проекты. У нас есть один проект, я думаю, что их будет три, связанных с военной фотографией, там, разными темами, которые мы будем делать в Италии. Есть один запрос с Танцией, но в целом это очень сложная, скользкая сегодня тема, потому что вот в 2000 году наш музей регулярно вообще делает, это уже 16-е войск по про войну, которую мы делаем, каждый раз разный. В 2000 году мы делали проект, который был уникален, в первом, я думаю, что ничего подобного не повторится ещё много-много лет в связи с тем, как, мы знаем, сегодня пытаются перечитать историческое наследие этого именно периода. Это были 62 страны, 62 архива, стран-участники Второй мировой войны. И даже Европейский совет продлил нам этот доступ в Новом Маниже и приехал делать заседание. Вот когда мы подготовили два года этот проект, оказывается, что у каждой страны своя война. А когда мы смотрим на фотографические свидетельства, то сюжеты те же самые и проблемы те же самые, потому что война идёт на руине у победителей и у побеждённых они выглядят одинаково, а женщины на фронте, дети, детская трагедия на фронтах, искусство на фронтах. Понимаете, это выглядит невероятно подобно. Но для того, чтобы собрать эту выставку, это было два года неимоверных усилий. Уже тогда со стороны Восточной Европы была проблема, потому что начался пересмотр итогов Второй мировой войны и так далее. Сегодня, я думаю, такой мировой проект, международный, связанный с Второй мировой войной, войной он просто реалистически, я довольно хорошо знаю, что тут наши архивы военные и все, кто понимает этой проблематикой, он, увы, на какое-то время невозможен. Но люди смотрят наши проекты. Вот сейчас, когда мы открыли 9.mei.rush.info, мы смотрим посещаемость, у нас огромная посещаемость, у нас тысячи заходов. Это, кстати, несмотря на то, что проект на русском языке, это заходы наших зарубежных коллег. Так что, я думаю, что работа каждого из нас сейчас в онлайне, она не бесполезна. Но, как известно, история развивается постоянно, так что все к чему-то придет нормально. Спасибо, Ольга Львовна. Так, коллеги, время наше истекло. Мы уложились в точности в тот формат, который был задан. то есть с 13 до 15 часов. И в этом наша победа. И в этом наша победа, да. Значит, я благодарю всех. Что можно так делать. Прежде всего, я благодарю всех спикеров. Во-вторых, я благодарю всех участников. И третьих, я считаю, что наш парад победы прошел вполне достойно. Спасибо всем. Спасибо. Коллеги, запись на нашей будет доступна на нашем канале в YouTube Адитовском. Мы распишем там тайм-коды, чтобы было удобнее смотреть по докладчикам. Вступайте в Адит, подписывайтесь на нашу группу в Facebook, если вы еще не там. Спасибо всем большое. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго. Всем всего доброго. Это всегда интересно увидеть у других. что новое. Мне очень близок и информирует этот проект с письменными военными. Мы обязательно приемли участие. Ольга Львовна, приходите почаще и вступайте в Адит, пожалуйста.